Вот это просто ужасное ничтожество, да, просто человек, как выразил себя Пениамин, просто бомж без самоидентификации, да. Это у нас просто адский царик, просто его, как бы, уровень его, это там он борется с какими-то своими тонкими, там, что он где-то не так сказал, он не так посмотрел, подумал, ой, вот эта мысль в голову летела. Ну, там человек средний какой-то, вот, допустим, мы с вами, да, у каждого человека что здесь, что здесь, что здесь, у него есть на данный момент, то есть только вот его зона комфорта, то, где он привык, точнее, зона комфорта, знаете, это неправильное слово вообще, ну, зона комфорта, она может быть очень дискомфортный, например женщина она не разводится с мужем тираном потому что ей там типа комфортно это может быть очень дискомфортно но какой-то комфортно с той точки зрения что это привычное слово если разводиться то там не известно что это может быть муж сам плохой это может быть работа какая-то она как бы удовлетворяет по деньгам и так далее но не она не соответствует природе не дает тебе развивать свой потенциал пришел бы ты должен выйти вот из этого из того что тебе это платят выкинуть это удовольствие что ты получаешь там деньги пойти в новые неизвестные там какие-то страдания неизвестность но ты должен выйти туда чтобы как-то вылезли человек всегда находится в этой привычной зоне ему выходить не хочется еще раз не комфорта да скорее зона привычная дамы у него есть только шаг вверх один и шаг и другой теперь упасть сразу стать невозможно чтобы там человек который там просто обычный человек до чтобы он прям в тот же день вышел и убил кого-то просто жестоко да там зарезал там и раскрасал на часть да ладно что не может там есть только один вариант как можно с самого вверху по это самому низу ну в момент это потеря самоидентификации называть как бы база человек вдруг теряет ответ на вопрос кто я тогда может все она вообще то есть деградация найдет постепенно то есть сначала ты чуть-чуть не всеми людьми появился потом чуть-чуть начал что-то одно употребил потом чуть-чуть потяжелее а потом еще другими людьми повелся и оно как бы постепенно идет это сам не замечаешь как становится хуже я прям как на своем примере расскажу вот получается и дальше если ты выбрал один шаг вверх вот сюда у тебя теперь сделано раз два три три раза да там три четыре повторения для человека становится привычкой нормой и потом ты подниму вот когда-то уже это твоя норма и можешь сделать тогда еще шаг вверх но когда ты был вот здесь для тебя это не было выбором то есть вот это ты не мог туда перепрыгнуть То есть человек все время идет только маленькими шажками, один шаг вверх, один шаг вниз. Для убийцы для него будет выбор, это там сегодня, сейчас не убивать, да? И то есть для него это будет его моральное такое испытание, и то, что он будет получать духовную награду. Для человека нормально, но с него будут считываться за какие-то то, что он будет там не обидеть сейчас того же, да? Для какого-то цадика у него будут как бы награды, если он там, я не знаю, что кого-то там спасет, я не знаю, и какое-то наказание там даже за маленький там, как Мошер Робейн, ему там Бог сказал, ты воскажи в скале, а он там ударил по скале. Ну вообще, то есть, и когда человек на высоком духовном уровне, на него уже считывают за самые мелкие вообще, то есть там пальцем не так, то есть все зависит как бы это, чем больше сила, тем больше ответственность Питер Паттер, да? Вот, то есть как бы чем-то выше, тем более мелкие вещи там уже считаются, чем более тонкие вещи идут на подсчет. Вот, это была шкала у нас, дальше, да, что эта точка меняется в зависимости от испытаний, прошло испытание, раз, два, три, четыре, пять раз, и все, ты уже другой человек на другом уровне, и еще одна тема была, что нет хорошего и плохого, помните, да? Что любая вещь, которая у нас есть, это потенциал, то есть деньги, да? Ни хорошее, ни плохое, то есть на деньги можно что? Можно, то есть Троцкий, что он, Троцкий, да, он поехал в Гельфанду, да, в Германию, два еврея, они, значит, он ему скинул бабла, он закинул бабла в харизматичного Троцкого, Троцкий в итоге перевернул всю Россию, да, просто, как это, чай Высоцкий, сахар Бродский, с Россией Троцкий, да? Вот, то есть он перевернул всю Россию, да? Российскую империю. А? Российскую империю, да, вот. Это, как бы, то, куда можно негативно вложить деньги, можно, как бы, или там, свои личные деньги, можно там вливать, можно их пробухать, да, можно в Бродель, можно, то есть много, много замечательных вариантов существует, можно делать на них что-то хорошее, можно кому-то помогать, можно заклудовать, можно, там, детям своим что-то обеспечивать, да, можно там, ну, то есть есть, как бы, разные пути, то есть теперь, то есть это деньги. самый хороший пример это едут как нибудь guerorgой жирный как бы можно за него взяться то есть это нехорошая неплохая вещь это чем сильнее электричество чем более сильные потенциал можно за него взяться руками можно его не включить его клучизь города и это даст нехорошая неплохая reached этот факт человек вам как бы выбирает любую вещь своей жизни куда он ее направит, то есть вверх или вниз, он сделает выбор в сторону своей, более высокой вот этой части своего солнышка, да, или в сторону более низкой части своей черной дыры. И теперь, под ваши бурные аплодисменты, Беня Снекопилян. Спасибо, ребята. Меня зовут Беня, сын добра. Да, круто, круто. Я там сказал, вот я сегодня не хотел выступать, я приболел, и я не хотел выходить, но я сделал свой выбор, ребята. Я пришел сюда, я преодолел себя, и я здесь. Спасибо. Как я там сказал, свобода выбора, это когда ты побеждаешь свою... низшую часть, животную, и выбираешь более духовную. Это идет в выбор между твоим большим и меньшим. Вот рассмотрим классный пример дары моря. Помните, как я рассказывал про парня, который каждый день ел никошерных. Он каждый день ходил в ресторан дары моря. Вот представьте ситуацию. Он постоянно обедал в ресторане никошерной еды. Вот он идет, 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 подходит к этому ресторану и думает. Вдруг ему приходит мысль, блин, а может сегодня поесть кошерной еды? А может сегодня поесть кошерной еды? Ему тяжело, потому что у него никошерная есть вот эту нелюбимую еду, а тут же устрицы, тут же все любимые. Но он все-таки делает свой выбор, он пересиливает, он делает какое-то усилие. Усилие равно рост. То есть вот так это работает. Конечно, наша точка свободы выбора, она перемещается в зависимости от наших решений. То есть, вот он сегодня съел кошерная, потом завтра съел кошерная, потом после завтра съел кошерная. И ему уже становится это легко, то есть это уже становится в части его. Можно перевести аналогию с свободой выбора, как линия фронта. У нас борьба всегда ведется в одной точке, на границе. Есть два войска. Вот твое хорошее начало и твое плохое начало. И всегда война идет на этой середине. И в зависимости от тебя она или упадет, или поднимется. И войска всегда мобилизированы, они всегда в действии. Но только твое решение в этой точке зависит. Ты поднимешься сюда, сюда, сюда или сюда, сюда, сюда. Мессер понятно, да? Испытание это всегда страдание. Человеку не хочется страдать. Он хочет сразу удовольствия. Шторку вводить человека, это удовольствие. Он хочет получать удовольствие. И он хочет перескочить это. Вот, например, ему хочется сбросить вес. На что ему нужно сделать? Ему нужно пройти страдание. Ему нужно постоянно упорствовать. Ему нужно постоянно заниматься. Да, да, да. И он, например, он постоянно ест пирожные, булочки, мороженое. И все, и что с ним происходит? Он набирает вес. Блин, надо сбросить. А страдать не хочется, страдать не хочется. И что же ему делать? Что ему делать? Страдать. Не страдать, да. Ему не нужно страдать. Пусть не страдает. И все, он оставляет все на своих местах. Он ничего не делает. И что с ним происходит? Он набирает, 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 набирает. Слез и все. Только сердечко попал. Еле сомали. Надо страдить себя дать. Да, и что? Он инфаркт, он умирает. Не ешьте булочки, дед. Финит или агоней нет. Да, и что ему нужно было делать в такой ситуации? Ему нужно было делать хоть какие-то движения. Результат, действие равно результат. Любой результат, это результат. Значит понятно. Ну то есть, когда ты делаешь хоть маленькие какие-то движения, вот какие-то маленькие усилия, даже там ты лежишь на кровати, но тебе нужно пройти и сделать 2 минуты зарядки. Просто 2 минуты в день зарядки. Это уже какой-то результат. Ты уже получаешь... Стать тоже достижение. Да. Подышать. Понимаете, есть люди, да, за внизу. Они такой не встают. Давайте рассмотрим наглядный пример. Представьте себе человека, у которого непреодолимая тяга просто к воровству. Он приходит, он хочет своровать, он не может ничего с этим поделать. И вот был недавно такой случай. Женщину задержали за то, что она воровала в магазине конфеты. Потому что 10-й раз она своровала в магазине конфеты. И что? Но эта девушка, она симпатичная, она умная. Она закончила университет, она выросла в богатой семье. И у нее всегда дома есть сладости. И что такому делает человек, который вырос в экстремальной ситуации, который вырос в нереальных условиях. В смысле? Он может вообще выбирать. Ну смотри. Допустим, у нее есть непреодолимая тяга к воровству. Она хочет своровать. Ну допустим. Ну она клептомания. Ну буквально не понимаешь, не знаю. Как ее называют? Обычная клептомания. Это субъективное мнение. И смотри, ну то есть, это ее обстоятельства. Я дальше расскажу, ты понимаешь, не месседж. Это ее обстоятельства. Она хочет справиться, он ничего не может с этим поделать. То что она проходила осмотр у психиатра. И он сказал, она понимает, что это аморально. Она понимает, что это плохо. Но ее тянет. Она хочет это сделать. И что? Но ее в суде оправдали. Ее оправдали за ее воровство. Почему? Потому что она была психиатра. Ну вот представьте, вы адвокат. И как вы будете защищать эту девушку? Это болезнь. Да. Секралочку выпишу. Он сказал, она больная, она ничего не может с этим делать. Она так чувствует. Но это диагноз. Да, она не может ничего с этим делать. Как смотрит на эту вещь юдоизм? Да, конечно. Вот эти обстоятельства, которые влияют на нее, она не властна. Даже не понимает, что это такое. Вот эти внешние силы, которые влияют на ее точку свободы выбора, она даже не представляет, что это такое. Но она решает в момент действия, что это сделать. Вот она приходит в магазин, ей хочется украсть, блин, хочу эту конфету, серьезно, реально, хочу эту конфету. Но она уже решает в этот момент взять эту конфету или нет. Ну просто. Это ее испытание. Это тяжело, конечно. Понятное дело, это тяжело. Но она решает взять эту конфету или нет. Вопрос. Конечно, она, а кто еще? Ну, она решает. Она пришла в магазин, и она решает. Ну, так смотри, ты же говоришь, это болезнь. Она не может не старовать. И ты говоришь, что она решает. Магика это дополнительно. То есть, смотри, в истории есть такая, есть три вида людей, которые не обязаны в заповедах. То есть, есть как бы три обстоятельства, при которых ты уже считаешься просто ототвинутым, и на тебя все не распространяется. Это дети до 13 лет, сумасшедшие и глухонемые. Теперь, вот этот сумасшедший вопрос болезни, которые лечатся или которые не лечатся, она способна собой управлять или не способна? То есть, как бы современные подходы. Беннин дальше расскажет. Ну, как бы, то есть, мы говорим, что действия человека, даже клиптомана, они в его властье полностью всегда находятся. То есть, состояние, что ты хочешь, ты не можешь не управлять, но порвать или не порвать, ты перед полкой и забрать или не забрать, ты решаешь. То есть, она это решает, и это ее не оправдывает, потому что она ее расстраивается. Так это работает. Так, и какой вывод из этого мы можем вынести? Действия всегда под твоей ответственностью. Ты несешь ответственность за свои действия. То есть, за то, что ты делаешь, ты полностью несешь свою ответственность. Понятно, да? Супер. Так, есть еще крутой пример. Есть два брата-близнеца, у которых отец-убийца. Он сидит уже в тюрьме 20 лет. Но у этих двух братьев разная жизнь. Просто кардинально. Один брат стал, у него хорошая карьера, у него семья, дети, дом. А второй брат сидит в тюрьме. И вот, ну, они абсолютно идентичны. Ну, блин, вы брата-близнеца, кому-то. И вот, и вот, у них, им задают обычный вопрос. Как вы для такого накатились? Как вы стали тем, кем вы едете сейчас? Что они ответили? Что они? Женя, давай. Ты просто рассказывал. Я рассказывал. Оба ответили, что мне еще делать при таком аксе. Домботик, ажака. За полночки. За сомчик, да. Да, правильно, да. Что я могу делать при таком аксе? Откуда ты себя ткнешь? Они абсолютно одинаковые, серьезно. Нет изначально плохих или хороших. Но есть только твой потенциал. Откуда ты ее реализуешь? Вот, тем ты и станешь. Так. Какие решения будешь принимать? Ну, да, так, какие решения, я думаю, я не принимаю. Давайте рассмотрим современное, то, как смотрит современное общество на свободу выбора. Свободу выбора. Вот мы только что разговаривали про девушку-клиптоманку, которая не властна над собой, она ничего не может, она не может выбирать, у нее нет свободы выбора, и она вынуждена. Она просто, ну, она не может, не украсит. Что же об этом говорит современное общество? Говорит, она не может, она не виновата. То есть, она такая есть. Такая, какая есть. Вот, ты захотел поменять пол, ты почувствовал, что ты женщина. Меня, вперед. Давай. Даже поиском особо не меняется, ну, типа, факт, остается фактом. Курица. Если ты почувствуешь, что ты друг курица, ну, то есть, это не делает тебя курицей, вселенная не меняется, ты не становишься курицей, чикер. Закон датируется эмоциями. Чувства сделали главным Богом. Как же смотрят на это иерудаизм? Чувства – это не Бог. Решение – вот это выход. Вот решение, оно над всем. То есть, какое ты примешь решение, такое и будет. Конечно, от обстоятельств, ты вообще, ну, ты не власти над ними, ты полностью, ты в них. Но какое принять решение и какое действие сделать, это же зависит полностью от тебя. Давайте рассмотрим сейчас два взгляда в современное общество и иерудаизм. Как смотрят они на эту вещь, на свободу выбора. Вот, недавно произошло такое преступление. Девушка прогуливалась по парку вечером, и группа подростков ее изнасиловали в белых. Да, вот так вот прошло. И что же случилось в суде? Как их защищало пока? Как вы думаете, что он сказал? Как он их защиту? Как он защищал этих ребят? Что он в их оправдании сказал? Я вышла сама виновата, вышла одета. Да, реально, да. За хлебом пошла. Типа юбку, короче, такого не одевать. Да. Одет короче виноват. Капец тебе. Вы выезжали. Дину изнасиловали, потому что Дина ушла из дома. Не надо было бы выходить из дома. Короче, да. И слушай. Да. А Капец сказал, что они были вынуждены. Они родились в таких условиях. Они родились бомжами, они родились в обстановке наркоманов, и вообще все плохо. Они были вынуждены. Как смотрит на это иудаизм? Иудаизм смотрит на это так, что да, конечно, они не властны. Не властны просто на этой обстановке, на эти типы бомжами, на эти типы наркоманы. Но они могут выбирать, что им сделать. Убить или не убить. Вот они могли просто ее не убить, но там не изнасиловать. Завтра. Завтра они ее не изнасилуют. Просто потрогают. После завтра просто ограбят. Это я им люблю. А на пятый день я люблю Джон Мараше. Супер. Поверь, к вам, Влад, заходи, давай. Самый крутой начинается. Замес. Он продолжается, смотрю. Да. Духовная награда. равняется усилиям. А усилия это в свою очередь уже награда за испытание. Потому что усилия формируют твою личность. Усилия становятся частью тебя уже. Вот, например, такой просто. Представим. Человек поставил себе цель. За месяц он хочет себе сделать пресс очень красивый. И что он достигает этого? Он делает себе крутой пресс. и эти кубики становятся частью его. Это он такое. уа, Для народа. Они становятся частью тебя. Жизнь определяет только выбор. Только решение, которое ты приняешь. Так что, ребята, я вас прошу, выбирайте, делайте правильный выбор, становитесь лучше и... Почему тебе приняешь? Не на силу тебя. Ну-ка, брат. Все. Спасибо вам, Юноша. Спасибо вам, Юноша. День и вообще красота. Вообще красота.